Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я заранее извиняюсь за свой такой страшный голос оборотня, просто я достаточно сильно заболела, но не знаю, как быстро я сумею поправиться. А обучающее видео после первых двух как-то затягивать не очень хочется, тем более, что многие из вас уже готовы приступить к работе, поэтому я решила все же даже с таким голосом снять первое практическое видео. До того, как я начну вас обучать, как делать разные стишки и все прочее, еще раз вернусь к теме ниток. Сегодня я буду вышивать вот такими нитками, чтобы вам было лучше видно яркими. Дальше мне поступили вопросы на тему, как вообще хранить нитки, как я отматываю нитки. Значит, смотрите, в основном часто бывает так, что вот фабрично запакованный вот такой вот моточек один мулине, если вы вот эту бумажку уберете, прямо под бумажкой, в основном почти во всех нитках, нить бывает перевязана вот такой вот небольшой ниточкой маленькой. И если вы вот так вот возьметесь, нитка у вас, он вот так вот свободно раскроется, и не будет у вас ничего перепутанного, перетянутого. И что я, например, делаю? Я обрезаю вот прямо где вот здесь они фабрично перевязали, прямо по этому месту я обрезаю нитки. Получается вот такая вот длинная полосочка. И как я ее использую? Как только мне нужна бывает ниточка, я беру вот за краюшек одной и плотно придерживая в одной руке все остальные нитки, вытягиваю вот эту. Вот она у меня вытянулась. Также, продолжая плотно держать основу, я рукой выпрямляю остальное, и у нас опять ровная, не спутавшаяся в узелки, такая вот полосочка ниточек. Когда мне эти нитки уже будут не нужны, я должна буду их убрать, я просто сложу это пополам, потом еще раз пополам, и просто перевяжу это в легенький вот такой вот узелочек. Дальше, когда я захочу его снова использовать, он очень легко раскроется, нитки опять будут полностью пригодны, они опять-таки не будут перепутаны. Нитки все я храню именно так. Эта длина очень удобна для сложения в два слоя, так что вот так вот. Итак, теперь переходим к самому процессу вышивания. Я уже вдела нитку в иголку, у меня двойное сложение. Узелок, как я уже сказала в предыдущем видео, мы не делаем. Итак, я ткань свою не резала, я буду вам показывать, как вышивать, буквально вот где-то здесь у себя на краешке. Значит, в чем принцип вышивки крестом? Многие новички думают, что вышивка крестом, это когда ты делаешь вот так, достаешь иголку снизу, потом опять ее снизу вдеваешь, вытаскиваешь сверху. На самом деле нет. Вся вышивка происходит поверху работы, и именно поэтому я не люблю пяльцы, потому что ткань бывает очень сильно натянута, и когда ты должна будешь делать вот такие вот движения, вот эта вот натянутость, она затрудняет лично для меня движение вот правой руки, она чересчур напряженная бывает. Для вышивки крестом достаточно подложенных снизу тканью пальцев, которые будут регулировать натянутость ткани и не позволят ей скомкаться. Также самый главный принцип вышивки крестом, ваша рука должна быть мягкой, нельзя делать сильных затягивающих движений. Итак, сейчас я вам покажу базовые стежки. В следующем видео мы с вами вышьем небольшую такую вот фигурку. Итак, продеваем иголку через одну из дырочек, и дальше просто смотрим, как у нас идет наша нить. И когда нить уже, в принципе, подходит к своему самому концу, мы оставляем вот такой вот небольшой, где-то сантиметр длиной кусочек ниточки, и придерживаем его плотно пальцем, сверху большим пальцем. Она у нас уже зафиксирована. И далее что мы делаем? Вот наш с вами крестик, квадратик, да, в котором должен быть крестик. Значит, продеваем иголочку вот в эту дырочку, в верхний правый уголочек, и вытаскиваем ее из верхнего левого. И постоянно попадаются какие-то ниточки из этого, из этой камвы. Продолжаем снизу плотно держать пальцем. После одного-двух стежков нитка уже сама закрепится, и уже не надо будет так сильно ее держать. Продолжаем. Верхний крестик делаем. Я вам покажу сейчас движением вверх, как делается, а потом буду вбок показывать. Все, нитка уже, в принципе, закреплена, ее так легко не выдернешь. Продолжаем. Вышьем где-то с вами пять крестиков. Так. Теперь нам надо создать крестик. Спускаемся обратно вниз. Теперь нам нужны нижние уголки квадратика. Нижний правый, нижний левый. Нижний правый, нижний левый. Ну, и завершаем работу снизу. Вот у нас с вами получился такой вот столбик из крестиков. И посмотрите, если вы горизонтально посмотрите, линия у нас получилась такая, выпуклая, пухленькая. Это придаст вашей работе объемность, и она не будет выглядеть скомканной. Как видите, без пялец мы отлично обошлись. Как закреплять? Вот, к примеру, нам надо было вышить вот все это, и теперь мы хотим закончить вот здесь. Переворачиваем работу наизнанку. И видим, что у нас здесь вот такие вот полосочки получились. Вдеваем, продеваем иголку под этими полосочками. И далее нам необходимо будет обрезать примерно вот здесь, чтобы нитка не убежала случайно, хотя она никуда никогда не убежит. Вот так вот. Такой метод закрепления нитки при начале работы и в ее конце позволит вам избежать всяких узелков, которые в случае, если вы свою работу погладите, могут проступить на лицевой стороне. Сейчас я обрежу и покажу вам дальше, как надо вышивать, к примеру, если мы делаем горизонтальную полосочку. Поймали нашу ниточку, закрепили ее. Дальше. Значит, вы можете таким же методом, просто сверху вниз, сверху вниз, то есть вот так. Идти вперед. И дальше обратно. Но обычно, когда я в течение своей работы встречаю, вот, когда знак какого-то цвета идет горизонтально вот куда-то туда, я обычно не делаю отдельно, чтобы стежки были так, потом возвращаться, я делаю уже готовые квадратики. И так и иду вперед. Сейчас я объясню вам, что я имею в виду. Вот смотрите. Нижние пальцы во время работы должны плотненько снизу придерживать вашу нитку, чтобы она сверху не была расхлябанной. Продеваем. И у вас уже готовый крестик. Вот так вот. Теперь покажу вам. К примеру, у вас ваш цвет идет по диагонали. Вот так вот. Как в этом случае поступить? Здесь тоже вы можете сделать пошагово наверх, пошагово вниз. Можете сделать готовые крестики вверх. Значит, сделаем пошагово. Вот наш первый крестик. Дальше должен идти вот этот. И дальше вот этот. Значит, идем сюда. И кончик иголки у нас должен выйти уже не здесь, а вот здесь. то есть через одну. Чтобы наша иголка вышла у основания следующего крестика. Вот так. и теперь возвращаемся. вверх. Вот так. Вот так. И вот так. Вот так. Вверх. И вот так. Вот у нас с вами получились диагональные крестики. Теперь, что касается, вот многих беспокоит тема перетяжек. То есть, когда нам приходится перепрыгивать через несколько квадратиков, чтобы в другом месте продолжить вышивать. Вот меня спрашивают, насколько целесообразно. Вот надо обрезать нитку и заново начинать с другого места, или можно просто перескачить, и чтобы нитка протянулась снизу. Значит, скажу так, если у вас скачок небольшой, ну где-то в максимум, ну примерно где-то 7 квадратиков, то в принципе перетяжку можно сделать. Почему? Объясняю. Потому что, когда вы начинаете работу, у вас и так здесь небольшое количество нитки. Когда вы ее закрепляете, вы ее протягиваете, опять теряете нитку. То есть, это количество нитки у вас как раз-таки будет равно вашей перетяжке. То есть, если вы отрежете и заново начнете, то есть, вы в любом случае опять-таки потеряете то же самое количество нитки, которая пойдет у вас на перетяжку. Еще лишнее время потратите. Поэтому на небольшое количество квадратиков, в принципе, можно делать перетяжку. Но, например, перетяжку не стоит делать, если вы отсюда должны сюда пойти. Конечно, нить стоит обрезать. Но, если вы отсюда идете вот сюда, обрезать нить просто нету никакого смысла. Но, к примеру, давайте с вами вышьем здесь. Раз, два, три. Да? И нам надо не совсем далеко от этого места еще что-то вышить. Необходимо всегда визуально искать низ вашего крестика, то есть, нижний левый угол. Ну, к примеру, вот он должен где-то вот здесь быть, да? Протягиваем. Вышиваем. Вышиваем. Дальше нитка ныряет, иголка ныряет вниз и выныривает в верхнем левом уголочке квадратика. Снизу это все выглядит вот так. Самое главное во время перетяжек ни в коем случае сильно не затягивать нить, чтобы работа не скомкалась. И последнее, что я хочу отметить в данном видео, значит, расход нитки. Если вы чувствуете, что ваша нитка уже стала совсем-совсем коротенькой, то есть, вам хватает ее только на то, чтобы опустить иголку в дырочку, достать ее снизу, но уже вы чувствуете, что у вас не хватит места, чтобы ее заново использовать. Вот только в такой момент и закрепляйте ее снизу и обрезайте. Это вам поможет существенно сэкономить. Не надо вот так вот щедро, если у вас, к примеру, вот столько осталось, смотрите, ваша игла, в принципе, еще может 2-3 стежка сделать. Но если у вас в нитке осталось только вот так, чтобы игла один раз без натяжки спустилась вниз, все, вот это положение, когда нитка и игла одной длины, все, вот здесь уже означает, что ваша нить закончилась. На этом такой небольшой вводный курс, пожалуй, можно закончить. И в следующем видео мы с вами вышьем какой-нибудь конкретный узор, где я вас научу следовать схеме и переносить узор со схемы на канву. Всем большое спасибо за внимание. До следующего видео.